Процесс реабилитации мышц руки после инсульта и спинальной травмы с помощью этого устройства будет быстрее и эффективнее, считает его разработчик. Тренажер 11-классника его команды за полгода стал одним из самых перспективных инновационных стартапов и вышел в финал акселератора «Большая разведка». Он позволяет отслеживать доктору мышечную активность и есть возможность благодаря протоколу передачи данных отслеживать мышечную активность и менять программу реабилитации удаленно, то есть не требовать постоянного посещения врача. По мнению авторов проекта, потребителями тренажера могут стать медцентры, клиники и сами инвалиды. На создание прототипа команда потратила 50 тысяч рублей, требуемые инвестиции 10 миллионов рублей. Сейчас мы готовы к клиническим испытаниям, которые будут проводить ПГМУ в сотрудничестве с Центром комиссии реабилитации инвалидов. Тщательно проработанная идея и бизнес-план на три года. Разработкой уже заинтересовались инвесторы. Сегодня в Прикамье у молодых ученых и предпринимателей много возможностей получить поддержку своих начинаний. Один из механизмов – бизнес-инкубаторы. К примеру, инновационный центр Мозгова при Госуниверситете помог выстрелить проекту Василия Звездина. Микроигольная технология имеет все шансы стать прорывом в косметологии. Суть заключается в том, чтобы доставлять под кожу активные компоненты. В рамках этого проекта мы используем биорасферимые полимеры в косметологии. Это необходимо для того, чтобы проводить омолаживающие процедуры, значительно превышающие по эффективности средства по уходу за кожей. Однако эксперты отмечают, пока что единицы стартапов перерастают в реальный бизнес. Самая распространенная проблема – отсутствие рыночной потребности в продукте. Это должны быть продукты, которые имеют коммерческий потенциал на рынке. Какая-то должна быть научная новизна, они должны иметь какое-то конкурентное отличие, что-то, что не позволит другим компаниям быстро повторить то, что делают они. При этом важно еще на стадии идеи ориентироваться не на локальный рынок, а на мировой, говорят эксперты. В этом случае больше шансов получить необходимые инвестиции. В сфере IT докрутить идею до миллионных оборотов помогает Фонд развития интернет-инициатив. В Перми уже год работает представительство. Более ста компаний прошли приакселератор. Три проекта проинвестированы. К примеру, музейный гид «Маугри». Фонд дает инвестиции. В нашем случае это 2,1 миллиона рублей. Мы даем такому стартапу площадку на три месяца, размещаем у себя в офисе. И дальше прикрепляем к каждому стартапу-трекеру, который помогает этому стартапу сформулировать более точно гипотезы, которые необходимо отработать в рамках этих трех месяцев, чтобы выйти на масштабирование. Чтобы сократить путь инноваторов к большим корпорациям, Фри внедрил спецформат – индустриальные треки. Большие корпорации, приходя к нам, со сцены объявляют, какие технологии им нужны, какие стартапы они готовы покупать или инвестировать, сервисы, какие необходимы этой корпорации. И дальше стартап, увидев, что нужно большой корпорации, может повернуть на полградуса тот продукт, который он делает. Еще одной причиной гибели многих стартапов является неумение изобретателей договориться с инвесторами, отмечают представители венчурного фонда. Автор проекта не может объяснить ценность своего продукта. Они разговаривают на разных языках. То есть он, допустим, будет рассказывать про какую-то технологическую историю абсолютно, а представителям бизнеса непонятно, зачем им это нужно и как это можно встроить в бизнес-модель. И вот здесь без профессиональных посредников институтов развития, таких как ФРИ, РВК, венчурные фонды, не обойтись. При Камье в этом смысле продвинута. Еще один плюс – сильная инженерная школа. С помощью изобретателям программы «Умник» и «Старт». С каждым годом растет число участников из Перми в ежегодном акселераторе «Дженерейшн-Эс». Это общероссийский поиск стартапов по разным направлениям. В 2014-2015 году побеждали в этом акселераторе пермские компании. Компания «ТЭС» и компания «Промобот» в 2015 году. Надеюсь, в 2016-м тоже мы выстрелили. Шансы есть. В этом году Пермь вошла в десятку городов по количеству проектов, отобранных в финальную стадию акселератора. Татьяна Максимова, Александр Филатов, Максим Чарушин, РБК «Перь».